Привет! И недавно, просто сидя в интернете обычным вечером, я наткнулся на то, что называется культурный шок. Шок от того, в какую передрягу попала девушка из Европы, поехав к нам в Россию. Не буду долго затягивать и сразу веду в курс дела. Есть на Западе форумы, посвященные путешествиям и тому, где можно остановиться в незнакомой стране. Некоторые форумчане даже могут приютить тебя, если у них будет такая возможность. Но так, как форум в основном для европейцев и американцев, ну как это обычно бывает, сбились в кучу, вот так случаи, остальных не слышим и не видим. Из-за того, что основные участники форума – это люди из Европы, то и помощь оказывают только там, в странах по типу Бразилия, Китая и России, уже будьте добры сами, своим ходом так сказать. Но так же, как у и большинства европейцев, у нынешней героини, которая отправилась в путешествие в Россию этой зимой, почему-то возникла куча неоправданных сложностей. В общем, сейчас все поймете. Рассказ от девушки из Словакии, ее зовут Марта, и сейчас я просто пущу перевод ее сообщения, а вы уж сами решайте для себя, что оно значит, начнем. Когда я впервые услышал рассказы бабушки и дедушки о Советском Союзе, в моем воображении рисовались картинки ярких праздников, дружбы народов и грандиозных достижений. Мне всегда казалось, что это было время, наполненное особой энергией и оптимизмом, несмотря на все трудности. Так, выросшая в Словакии, я впитала эти истории и образы, которые формировали мой взгляд на прошлое. И действительно, вспоминая прошлое, когда я была маленькая, я, возможно, просто не замечала той негативной повестки, что присутствует в Европе сейчас, или ее просто не было, но жилось тогда попроще и посчастливее, что ли. Да, может быть, у нас в стране не было такого количества брендов, и в основную часть торговли составляли местные продавцы, но я не помню, чтобы я лично или моя семья от этого страдала. Мы смотрели в будущее с высоко поднятой головой, и нам казалось, что лучшее еще впереди. Однако, когда я стала старше, я заметила, что образ современной России в медиа и публичном дискурсе зачастую был не просто другим, а кардинально противоположным. Это началось несколько десятилетий назад, и я не могла поверить в это, как и большинство людей вокруг меня, как из нашего партнера, Россия так резко смогла превратиться в страну, которая чуть ли не самой главной угрозой сейчас является. Слова о коррупции, политических репрессиях и экономических проблемах заполняли воздух, и я начала задаваться вопросом, как может одно и то же место быть описано настолько по-разному. Это вызвало во мне желание увидеть Россию своими глазами, почувствовать ее атмосферу, познакомиться с людьми и сделать свои собственные выводы. Тем более у меня в голове до сих пор присутствовала та картинка Советского Союза, которую мне рисовала моя бабушка, которая пару раз бывала в совестном Ленинграде и других городах, и которая отзывалась о нем очень положительно. Я не уважаю тех, кто судит о стране исключительно послышанному. Я ценю свою родину, но также ценю и возможность познавать мир во всем его многообразии. Я понимаю, что существуют разные культуры, разные религии и разные взгляды на то, как должен быть устроен мир. И вот, стоя перед выбором своего следующего путешествия, я без колебаний выбрала Россию. «Как же я, самостоятельно, без привязки ко мнению со стороны, воспряму эту страну?» Задавалась я вопросом. Мне было любопытно не только увидеть достопримечательности, но и почувствовать дух времени, который ощущался в рассказах моих предков и насколько он изменился со временем. В этом моем стремлении было что-то большее, чем просто туристический интерес. Может быть, во мне проснулся детектив, который хотел распутать сложный ком из предвзятости к нынешней России и ярких воспоминаний мох родственников. Это было желание связать прошлое с настоящим, узнать, как живет современная Россия. Я задавалась вопросом, какие культурные особенности сохранились. Так ли там ужасно, как говорят люди в Европе, которые зачастую даже в России и не были. Действительно ли Россия опустила свои стандарты, качества и больше не соответствует тому качеству, которое предоставляли европейские и американские бренды, которые покинули Россию? Это поездка для меня, не просто путешествие, а погружение в глубину истории и культуры, возможность увидеть мир другими глазами. И хотя некоторые мои друзья и знакомые высказывались скептически о моем выборе, я знала, что это решение будет для меня важным шагом. Выбор маршрута в Россию оказался для меня неожиданным испытанием, полным сложностей, с которыми я тут в Европе не сталкивался почти никогда. Казалось бы, в эпоху интернета и глобализации планирование путешествия должно быть делом нескольких кликов. Я ведь опытный путешественник, часто летаю и бываю в пределах Европейского Союза. У меня есть много друзей в той же Франции, куда я летаю несколько раз в год. Заходишь, привязываешь карту и оплачиваешь свой недорогой билет всего за какие-то 100 евро в обе стороны. Однако реальность быстро поставила меня перед рядом препятствий, особенно когда дело дошло до планирования путешествия и оплаты поездки. Самой большой головной болью стали банковские карты. Как же так, в мире, где безналичный расчет стал нормой, мне приходится думать о наличных? Возмущалась я, сталкиваясь с информацией о том, что мои обычные карты могут оказаться бесполезными в России из-за санкций. Это был момент, когда я почувствовала вес международной политики в своей повседневной жизни и ощутила те громкие заголовки в виде нового пакета санкций против России, которые водят европейские и, что самое главное, американские банки. Вот ты, Россия, поссорилась со всем миром, а нам теперь с этими сложностями страдать. С иронией думала я, пытаясь найти способы обойти эти финансовые ограничения и лазая по форумам по типу таких, на котором я пишу эту историю. Платить своей картой в России – не вариант, это я поняла сразу. Искать какие-то левые карты, чтобы туда перевести деньги со своей европейской карты – тоже не вариант, и самым очевидным способом оказалось вот что. Просто поменять золотые евро на деревянные рубли. Я надеюсь, их хотя бы обратно заберут и обменяют меня на евро, а не жадно хапнут, и все. Потому что я не знаю, сколько мне понадобится рублей и по какому курсу их можно выгодно поменять. Но эту задачу я решила оставить на потом и решать ее тогда, когда я буду непосредственно в России, ведь до нее еще добраться нужно, подумала я. А логистические трудности также внесли свою лепту. Маршрут, который я планировала, должен был включать несколько городов, лишь для того, чтобы добраться до города, в который я решила полететь, а именно Казань. Но чтобы до нее добраться, мне нужно было использовать какую-то другую страну по типу Армении или Турции, чтобы оттуда полететь в Россию. Как простая задача переезда из пункта А в пункт Б может обернуться таким испытанием? Задавалась я вопросом, сталкиваясь с разнообразием вариантов и нюансов, которые требовали внимания. По итогу я решила лететь через Турцию. Этот этап планирования путешествия заставил меня задуматься о том, насколько мир остается разделенным не только культурно, но и экономически. Однако, несмотря на все эти препятствия, моя решимость побывать в России только укрепилась. Эти сложности – лишь часть приключения, убеждала я себя, предвкушая момент, когда все эти подготовительные хлопоты останутся позади, а впереди меня ждут открытия и новые впечатления. Ведь именно через преодоление трудностей мы часто находим самые яркие и запоминающиеся моменты своей жизни, к тому же тогда поездка в Россию будет цениться больше, ведь как можно не ценить ту поездку, на которую потратил несколько тысяч евро. Прежде чем отправиться в Россию, я бывала в других странах и много чего повидала, поэтому России нужно было сильно постараться, чтобы удивить меня. Я исследовала узкие улочки итальянских городов, вдыхала ароматы восточных специй на базарах Турции, заблудилась в бесконечных лабиринтах мегаполисов Азии. Эти поездки не только расширили мой кругозор, но и научили меня ценить разнообразие культур и традиций. Как разные могут быть миры в пределах одной планеты? Поражалась я, встречаясь с новыми людьми и их обычаями. Однако, ни одно из этих путешествий не готовило меня к тому, что я предстояло увидеть в России. Что же такое настоящая Россия? Размышляла я, пытаясь представить, как мои предыдущие опыты сравнятся с предстоящими впечатлениями. Я ждала от России контрастов, таких же ярких и неоднозначных, как истории, которыми делились моя бабушка и дедушка. Они рассказывали о величии Советского Союза и его масштабах, о красоте природы и жесткости зимнего климата, о гостеприимстве людей и их непростой судьбе и истории, которую они помнят и ценят. Как эти воспоминания соотнесутся с моим собственным опытом? Задавалась я вопросом, готовясь к путешествию. Была ли Россия похожа на солнечную Италию с ее бесконечными аперитивами и дружелюбными улыбками, с постоянно праздничной и беззаботной атмосферой на улицах? Или же она напомнит мне о перенаселенной Азии, где люди чуть ли не на головах друг у друга сидят и едят все, что движется? Может, в ней найдется что-то от неукротимой энергии Нью-Йорка или спокойствия скандинавских пейзажей? Посмотрим, подумала я. Эти вопросы кружили в моей голове, заставляя предвкушать встречу с Россией еще более остро. Я понимала, что независимо от моих предыдущих путешествий, Россия предстанет передом мной в своем уникальном обличии, предложив совершенно новый опыт и вызовы. Но меня также сильно тревожила внутриполитическая ситуация в России и то, что мне не смогут там помочь власти моей родной Словакии. Они прямо заявляли, если случится какое-то дерьмо, мы не сможем вас вытащить. Эта мысль летала в моем сознании, как грозовая туча, омрачая меня внутри тревогой и сомнениями. Поэтому по приезду в Россию я решила быть очень осмотрительной и аккуратной. Из чего-то близкого к России я была только лишь в Литве, в Вильнюсю. Но была я там, когда была маленькая, этот город встретил нас сдержанно и без особого торжества. Это было начало нулевых, и я ожидал увидеть что-то необычное, выходящее за рамки привычного. Однако архитектура города не оставила в моей душе ярких впечатлений. Улицы казались знакомыми, наполненными обыденной суетой, а транспорт, хоть и работал, не отличался от того, к чему я была привыкла у себя в родной стране. Магазинов больших было немного, и это было первое, что привлекло мое внимание. Город казался полумертвым, и чувствовалось какое-то отчаяние местного населения. К слову, общаясь с людьми из Литвы сейчас, я до сих пор ощущаю эту безнадегу. Но живость города проявлялась в мелких лавочках и киосках, которых здесь было предостаточно. В этих местах торговали мелкие собственники, и, как мне показалось, их товары были менее качественными по сравнению с тем, что предлагалось в крупных магазинах. Глобализация тогда только пробиралась в эту страну, и людям следовало к ней привыкать. Эта особенность торговли напомнила мне о ситуации в Армении, где также было много маленьких торговых точек. Но они там пользовались большим успехом, и качество товаров там было намного лучше. К сожалению, как дела обстоят там сейчас, я не знаю. Пишите, обсудим. Но я помню один инцидент, свидетелем которого я стала невольно. Спускаясь по лестнице, одна девушка нечаянно зацепила одну женщину, которая тащила тележку вверх. Когда та обернулась, чтобы извиниться, она что-то ответила на непонятном языке. Потом мне сказали, что та женщина, что пихнула другую, извинилась на русском языке, а лицо женщины с тележкой искажалось с непониманием и казалось недовольством. Этот момент стал моим первым столкновением с неприязнью, которую я почувствовала как отклик на русский язык в Прибалтике. Та картинка не совпадала с моим представлением о Совестном Союзе, и, возможно, именно поэтому я как-то смутилась и запомнила эту ситуацию. Походы по магазинам также оказались непростыми. Я видела, как людям, кто обращался по-русски, просто не отвечали. Магазины часто были построены из дерева, а дома казались старыми и не очень презентабельными. В целом, Вильнюс не оставил в моей душе особенных впечатлений, и уже тогда я столкнулась с явлением, которое позже узнала как русофобию. Этот опыт повторился в Украине, Грузии и в некоторых местах на Кавказе. С тех пор прошло много времени, и мои путешествия позволили мне увидеть множество городов, каждый из которых был уникален и неповторим. Теперь, вспоминая о Вильнюсе и других местах, где я сталкивалась с непониманием и неприязнью, я осознаю, насколько важно ценить красоту и уникальность своей культуры. Русские никогда не стремились к национализму и военным конфликтам. Я слышала это и от бабушки с дедушкой, и поняла, изучая историю и культуру, которая наполнена примерами толерантности и мира. Это осознание придает мне небольшую уверенность во время моей поездки в Россию, но небольшое волнение все же присутствует. Но посещение Прибалтики оставило в моей душе неоднозначное впечатление. С одной стороны, я встретила здесь людей, живущих своей обыденной жизнью, с ее радостями и заботами. Население тут небольшое, улочки спокойные и немного даже скучноватые, но в целом приятно находиться там рано утром или вечером, когда город освещают фонари. С другой стороны, рассказы о жизни в этих странах пробудили во мне глубокие размышления о судьбах людей и о том, как политические и экономические условия влияют на их выбор. Особенно запомнилась мне история соседки, чья сестра живет в Риге уже более 40 лет. Несмотря на высшее образование, ей пришлось работать уборщицей. Да и это в нашей процветающей, как ее часто называют, Европе. Это наводит на мысли о ценностях образования и о возможностях, которые оно открывает. В России сестра этой соседки уже на пенсии, в то время как в Риге ее сестра до сих пор не может рассчитывать на достойную старость и непонятно, будет ли она у нее вообще. Эта ситуация заставляет меня с гордостью осознавать, что родиться и жить в России – это большая удача, к сожалению, которая мне не выпала. Мое разочарование касалось не только жизненных условий в Прибалтике, но и повседневных вещей, таких как одежда и товары в магазинах. Путешествуя по Европе, я ожидал увидеть многообразие и качество, казалось бы, европейские стандарты и цивилизованный мир, развивайся, не хочу. Но мои ожидания не оправдались. Во время последней поездки туда, мой знакомый в поисках подарков своим близким, в круг которых вхожу я, столкнулся с трудностью выбора, поскольку он не мог найти ничего подходящего, а с пустыми руками возвращаться как-то стыдновато. Особое внимание он уделил молодежи Литвы. Владение английским языком среди молодых людей впечатляет, но за этим кроется грустная правда о том, что они готовы к переезду на Запад в поисках лучшей жизни. Уменьшение населения Литвы на треть – это тревожный знак, свидетельствующий о том, что молодежь и трудоспособное население стремятся уехать. Это явление не только экономическое, но и культурное, ведь каждая уехавшая семья уносит с собой частицу культурного и социального наследия страны. Так вы вымывается вся аутентичность Литвы, за которую они так боролись, выбегая из состава Советского Союза. Я не помню, чтобы во времена Союза население Прибалтики рассылалось по разным уголкам СССР для работ. Но, наоборот, Советы поддерживали национальную основу стран, которые присоединялись к нему. Так что все эти рассказы о Прибалтике заставили меня задуматься о многих вещах, о значении Родины, о важности сохранения культурного идентичности и о том, как экономические условия влияют на жизненный выбор людей. И, к сожалению или к счастью, их нельзя винить, они просто заложники ситуации, в которую попали из-за своих политиков. Что-то я ушла в сторону, время вернуться к рассказу о Казани. Поездка в Казань оказалась для меня началом новой главы в моей жизни. Мой путь сюда лежал через серию коротких пересадок, что заставило стать голодной до новых эмоций и впечатлений, которые уже поджидали меня в России. Каждый километр приближал меня к городу, о котором я слышала столько всего удивительного, и вот, наконец, я увидела его силуэт на горизонте. Первое, что бросилось в глаза при въезде в Казань, это удивительное соседство старины и современности. Город встретил меня своими широкими проспектами, окаймленными зеленью и яркими высокими зданиями, которые гармонично сочетаются с историческими памятниками. Этот микс эпох и культур сразу же завладел моим вниманием. Все казалось таким необычным, и правда, это сильно выбивалось из моего обычного представления о городах, коих я повидала уже в достаточном количестве. Казанский Кремль стал первой остановкой в моем путешествии. Его величественные белокаменные стены и башни, венчающиеся золотыми куполами, стали для меня символом многоликой России. Войдя внутрь, я почувствовал эту вековую историю и давление времени, витающее в воздухе этого места. Кул-шариф, восседающий в сердце Кремля, не просто мечеть, а шедевр, объединяющий в себе духовность и красоту. Россия – это православное государство, но тут уважают все религии и не преследуют, дают выбор так сказать. Прогуливаясь по улицам Казани, я отметила для себя особую атмосферу гостеприимства и многонациональности. Здесь, казалось, переплелись нити разных культур, создавая уникальный узор российского многообразия. Разноцветные фасады домов, уютные кафе, заполненные ароматами татарской кухни и радушные улыбки прохожих делали этот город особенно близким моему сердцу. Мое первое впечатление от Казани – это восхищение ее красотой, гармонией и живой историей, которая ощущается в каждом уголке. Этот город стал для меня источником вдохновения и новых открытий, показав, насколько глубока и многогранна культура России. Проведя время в России и имея возможность сравнить ее с моими предыдущими путешествиями по Европе, я не могу не заметить одного важного аспекта, касающегося стиля одежды. Возвращаясь мыслями к моим впечатлениям от Казани, я осознала, что русские действительно предпочитают более невзрачную и, можно сказать, серую одежду. Это касается как повседневного стиля, так и выбора нарядов для более торжественных случаев. И действительно, я увидела, что люди вокруг в основном ходят в каких-то однотипных пуховиках и куртках. Я как-то этого не замечала изначально. Может быть, потому, что была сконцентрирована на их лицах, которые теперь для меня выглядели не очень приветливо и улыбчиво. В основном одежда серая, черные безвкусные куртки, одна другой хуже. Однотипные джинсы, или что еще чаще встречается, и что смотрится намного хуже, это спортивные штаны, полуосенние кеды или кроссовки. Вот во что одеты русские, постоянно бегущие и куда-то спешащие, не имеющие времени даже обратить внимание на то, что на них сейчас одето. Я понимаю, что это удобная и практичная одежда, но абсолютно универсальная и беззубая, хотя в сравнении с Прибалтикой или Польшей можно сказать, что русские одеваются не хуже. Никто, видать, не привил чувство вкуса в России и Восточной Европе и посмотрев на то, что продают в российских магазинах. Посмотрев на достаточно небольшие цены этого, я поняла, что в России со стилем беда, тут ценится удобство и комфорт, а то, как ты выглядишь, это уже другое дело. Страшно подумать, что творится в городах, менее развитых, чем центр области, Казань. Сравнивая то предложение, что есть в магазинах одежды в России и самые нищие магазины Европы, ты понимаешь, что даже за небольшие деньги в Европе можно найти что-то интересное. Винтажные вещи – это тоже возможность собрать себе неплохой образ, если у тебя нет большого количества денег или в крайнем случае взять что-нибудь в использованном состоянии, но нормального качества. Но покупать себе такие вещи, как в России, я бы не стала этого делать, учитывая тот шикарный выбор одежды, что есть у нас в Европе. В Европе, особенно в таких странах, как Италия и Испания, мода и стиль одежды играют совершенно другую роль. Люди там не просто одеваются, они словно создают произведения искусства на себе каждый день. Приятно гулять по улицам и рассматривать мимо идущих людей, которые еще и улыбаются в ответ. Итальянские улицы – это подиумы, где каждый прохожий выглядит, как будто сейчас отправится на встречу с мировыми дизайнерами. Яркие цвета, необычные фасоны, изысканные аксессуары – все это создает неповторимую атмосферу элегантности и беззаботности. В России, напротив, кажется, что люди выбирают одежду, руководствуясь прежде всего практичностью и комфортом, а не стремлением выразить свою индивидуальность или следовать последним тенденциям моды. Это, безусловно, имеет свои преимущества, особенно в условиях российского климата и экономической ситуации. Однако такой подход к выбору одежды делает городские пейзажи более однотонными и менее яркими. Посещение Казани подтвердило мои наблюдения. Несмотря на красоту и уникальность города, стиль одежды его жителей мало чем отличался от того, что я видела в аэропорту во время посадки в Казань, ведь русских туристов увидишь издалека. Но это не умаляет моего восхищения Казанью и ее культурным наследием, но заставляет задуматься о том, как большое значение имеет стиль в восприятии города и его атмосферы в целом. Так что, сравнивая модные тенденции России и, например, Италии, я прихожу к выводу, что в Европе больше внимания уделяется внешнему виду. Это не значит, что русские не имеют чувства стиля, скорее, оно проявляется в других аспектах и выборе приоритетов, например, в благоустройстве районов. И все же, мне кажется, что добавление немного большей яркости и смелости в повседневные наряды могло бы преобразить городские улицы, сделав их более живыми и экспрессивными. Возвращаясь к своим первым впечатлениям от Казани, я не могу не упомянуть о невероятной смеси культур, которая ощущается в каждом уголке этого города. Этот город будто страница из книги истории, на которой сливаются различные эпохи и народы, создавая уникальный облик современной Казани. Одним из самых ярких символов Казани является Кремль, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который сочетает в себе исламскую и христианскую архитектуру. Белокаменные стены и башни Кремля, возвышающиеся над городом, являются напоминанием о богатой и многогранной истории города. Мечеть Кул-Шариф, расположенная внутри Кремля, не только важный религиозный объект, но и символ толерантности и мира между различными культурами и религиями. Ее величественные купола и изящные минореты видны из многих точек города, напоминая о глубоком уважении к традициям и истории. Прогуливаясь по улицам Казани, я была поражена разнообразием архитектурных стилей, от древних исторических зданий до современных высоток. Город живет своей уникальной жизнью, в которой традиционная и современная сосуществует бок о бок, создавая неповторимую атмосферу. Парки, скверы Казани, наполненные зеленью и цветами, предоставляют прекрасные возможности для отдыха и наслаждения природой, в то время как берега Казанки приглашают на прогулки с великолепными видами на город. Культурная жизнь города также впечатляет своим разнообразием. Многочисленные музеи, галереи, театры и концертные залы предлагают богатую программу для жителей и гостей города. Фестивали, проводимые в Казани, отражают ее многонациональный и многокультурный характер, позволяя ближе познакомиться с традициями разных народов, проживающих в Татарстане. Мое путешествие в Казань оставило в моей душе неизгладимые впечатления. Этот город доказал, что разнообразие культур и традиций может служить основой для создания уникального, гармоничного общества, где каждый может найти что-то близкое и понятное. Но некоторые районы показались скучными. Есть масштабные, но скучные городские пространства с недостатком зелени и интересных архитектурных решений, за исключением нескольких мест. Особенно выделю отсутствие уютных улочек и интересных мест для исследования, что делает город малоинтересным для меня как для жителя. Но когда я гуляла по городу, мне часто уступали дорогу водители и люди вокруг были дружелюбны. Проведя время в России и прогуливаясь по улочкам Казани, я поняла одну инверсную вещь. Русские предпочитают здороваться за руку строго и не всегда улыбаются при первой встрече, но это не означает, что они недружелюбны или закрыты. Я несколько раз видела, как даже друзья в баре друг другу не улыбаются и общаются изначально скованно и закрыто. Этот народ ценит искренность и прямоту, и, возможно, именно поэтому он кажется сдержанными и неулыбчивым нам европейцам, которые привыкли улыбаться всем подряд. В России так не работает. Мне кажется, что повсеместные улыбки и обнимашки на Западе иногда кажутся мне неестественными. Лицемерные улыбки и фальшивая дружелюбность, которые я вижу в некоторых странах Европы, иногда кажутся мне странными. За такими улыбками часто скрывается равнодушие или даже неприязнь, и если вы спросите меня лично, что мне больше нравится, я скажу, что предпочитаю российскую прямоту и искренность. Возвращаясь к своим воспоминаниям о Казани, хочу сравнить ее с другими городами, в которых мне довелось побывать в Европе. Чистота улиц, великолепие музеев и театров, вот что отличает города России от тех же стран Европы. А метро в России это просто песня. В сравнении с метрополитенами Лондона или Нью-Йорка, где порой встречаются не самые приятные картины, российское метро это настоящее произведение искусства и чистоты. Говоря о бытовых условиях, хочу сказать вот, что в Лондоне с его вековой плесенью и отсутствием полов с подогревом кажется, что они застряли в прошлом. В то время, как в России, даже несмотря на холодные зимы, там умеют сделать быт максимально комфортным. Возвращаясь к картине России, нарисованной моей бабушкой, я делаю итоговое сравнение, опираясь на собственный опыт и наблюдение. Бабушка всегда рассказывала мне о советских временах, как о периоде великих достижений и сильного духа народа. Проведя время за границей и вернувшись, я поняла, что современная Россия ничуть не уступает тому образу. Несмотря на общемировое давление и непростую политическую обстановку, русский народ сохраняет стойкость и гордость, о которой говорила моя бабушка. Отмечу, что, хотя Россию часто критикуют на международной арене, это не делает ее слабее. Наоборот, мне кажется, что мир испытывает определенный страх и уважение к России, но предпочитает это не афишировать, чтобы не усиливать национальную идентичность и гордость народа России. Говоря об архитектуре и природных красотах, скажу, что, возможно, в России нет такого разнообразия живописных видов и архитектурных стилей, как в Европе. Действительно, архитектура в России отличается от европейских стандартов, и у нас свой путь развития в этом аспекте. Но это не умаляет красоты русских городов и уникальности этой культуры. Казань, например, живой пример того, как история и современность могут гармонично сочетаться в архитектуре и культурной жизни города. Заключительный вывод вот такой. Хочу подчеркнуть общечеловеческие ценности. Вне зависимости от места, главное – это люди. И я убедилась, что в России люди готовы поддержать и помочь друг другу в трудную минуту. Этот дух взаимопомощи и солидарности делает Россию по-настоящему великой страной, несмотря на все внешние и внутренние вызовы. Но когда я улетела из России, мои приключения не закончились, ведь в аэропорту, ожидая своего рейса обратно домой, я встретила девушку из Германии. Случайная встреча превратилась в захватывающий разговор, в ходе которого я поделилась своими впечатлениями о поездке в Россию и сделанными выводами, что я только написала выше. Германская девушка, в свою очередь, выразила мнение, что Россия сейчас – это самая главная угроза мировой безопасности и с ней нужно бороться. Удивленная такой резкостью, я спросила, а была ли ты когда-нибудь в России лично, чтобы такое говорить о России? Ответ был предсказуем. Нет, но я много читаю и слежу за новостями. В этот момент я осознала, насколько мощное воздействие могут оказывать средства массовой информации на восприятие стран и народов. Это удивительно, подумала я, как легко мнения, формируемые СМИ, могут затмить реальность и создавать предвзятые представления о целых странах и культурах. Я пришла к выводу, что если бы сама подалась общему настрою и страхам, которые так активно вбрасываются в эфир, возможно, никогда бы не решилась на поездку в Россию. Моя поездка показала мне другую сторону, о которой молчат новостные каналы. Я видела настоящую Россию, ее людей, культуру, и это опыт, который невозможно получить, сидя перед телевизором. Я поняла, что личный опыт и непосредственное общение с людьми из других стран открывают гораздо более полную и объективную картину мира, чем любой телеканал или газета. Этот разговор напомнил мне о важности самостоятельно искать информацию, задавать вопросы и не бояться выходить из своего информационного пузыря. Ведь только так можно понять истинное положение вещей и сформировать собственное, непредвзятое мнение. Так что встреча в аэропорту стала для меня еще одним подтверждением того, как важно видеть мир своими глазами и не позволять чужим мнениям и предубеждениям затмевать собственный жизненный опыт, а личный опыт посещения России это только подтвердил. На этом сообщение заканчивается и это очень показательный случай того, как изначально предвзятое мнение может перерасти во что-то более здравое и понятное, приближенное к настоящей России. Я не хочу подчеркивать какие-то отдельные детали этой истории в видео. Я думаю, вы это сделаете в комментариях сами. Я для себя уже давно сделал главные выводы о нашей стране, о родной России. Как я сказал в начале видео, я искал билеты для поездки за границей. Работа такая, что уж тут поделать. Не думайте, что мне доставляет удовольствие капаться в билетах и толпиться в аэропортах. Но что мне точно доставляет неимоверное удовольствие, так это возвращаться в Россию, видя из окна самолета знакомые дома и очертания моего родного города, выезжать из аэропорта и на вопрос таксисту, куда едем, отвечать домой. Ссылки для тех, кто хочет поддержать меня донатом в описании. Всего доброго.